Любишь историю? Присоединяйся к нам в социальных сетях. История РФ. Главный исторический портал страны. Федеральный портал История РФ представляет цикл лекций научного директора Российского военно-исторического общества, доктора исторических наук, профессора МГИМО МИД России Михаила Юрьевича Мехкова, «Семья народов. Опыт Российской империи и Советского Союза». Смотрите лекцию «Семья народов. История Прибалтики». Добрый день. Сегодняшняя наша лекция будет посвящена истории Прибалтики. Мы разделим наш материал на две части. Первым будет рассказана история Прибалтики с древнейших времен до наших дней, но во второй части мы поговорим более подробно о Прибалтийских республиках в годы Великой Отечественной войны, 1941 по 1945 год. Мне кажется, это очень важно, поскольку тема прибалтийского коллаборационизма, сопротивления, немецкая оккупация, она сегодня очень востребована, обсуждается как у нас в стране, так и в самой Прибалтике. И здесь совершенно различные мнения. Поэтому начнем с вами с той темы, что прибалтийские земли всегда были в центре геополитических интересов России. Возьмем еще князя Владимира. Прибалтийские племена платили дань Древней Руси. Ярослав Мудрый. Именно он основал город Юрьев. Это его христианское имя, которое потом стал герптом немецкой, по сути дела, города, где был образован университет, кстати говоря, а потом нынешний город Тарту. Но естественное развитие прибалтийских земель и включение состава русского государства, русского мира, оно было прервано нашествием крестоносцев. Это XIII век. Вначале орден меченосцев, который потом распался, на его месте возникла Ливония, Ливонский орден, как часть Тевтонского ордена. И вот русские князья, они уже с начала XIII века начали вести непримиримую борьбу с крестоносцами, как бы предотвращая их натиск. Западноевропейский, по сути, делал натиск на восток. Папа Григорий IX призвал крестоносцев идти на Новгород. Завевать эту территорию, тем самым распространив там католическую религию. Причем еще отец Александра Невского, Ярослав Севолодович, он противопоставлял этому натиску свои дружины. Причем дружины и новгородские, и ополчение, в том числе Суздальское ополчение, откуда он его и приводил. Битва при реке Амовжи, это недалеко от современного Юрьева, наголову были разбиты меченосцы. Но это не остановило их дальнейшие попытки продвижения на восток, захват Новгорода, Пскова. И пришлось с ними бороться уже сыну Ярославу Севолодовичу, то есть Александру Ярославовичу Невскому. Причем здесь вместе крестоносцами примешивались и другие силы. Здесь и шведы, потом датчане. И вот в 1240 году Александр Ярославович разбил шведов на реке Неве, где река Ижора впадает в реку Неву. Это было по тем временам достаточно крупное сражение, когда шведы были наголову разбиты и вынуждены были быстро бежать, эвакуировав с собой свои тропы. За этот подвиг Александр и получил прозвище Невский. 1242 год, это уже борьба с самими крестоносцами. Александр Невский, он освобождает Псков, а затем идет уже непосредственно на прибалтийские земли, отступает и на льду Чудского озера. В 1242 году, в апреле месяце, он наголу разбивает крестоносцев. Это была победа, которая предотвратила на определенное время дальнейший западноевропейский натиск на Русь. И продолжалась эта борьба, геополитическая, по сути дела, борьба. Здесь монголо-татарское нашествие, оно, конечно, ослабило русские земли. Этим же и воспользовались крестоносцы, ливонцы, которые, по сути дела, взяли эту землю в оборот и, по сути дела, эксплуатировали. Здесь возникали замки, сюда приезжали крестоносцы, которые потом становились баронами, ну, по сути дела, землевладельцами. С севера высадились в районе современного Таллина, то есть города Даллин, как он тогда назывался, датский город. В последующем мы знаем его в Российской империи, это город Ревель, Датчане. Сюда же потом уже и подходили поляки, Речь Посполитая. То есть этот регион, он постоянно находился под натиском различных государств Западной Европы. Швеция, Дания, Речь Посполитая. Россия, как правило, отбивалась от этого натиска. Была Ливонская война, мы знаем то, что русские войска, они вступили в Ливонию. По сути дела, вот к концу Ливонской войны уже этого ордена не существовало. Мы его разбили, но и на его месте, и как противники России появилась и Швеция, появилась и Речь Посполитая. Известно то, что Россия проиграла Ливонскую войну и вынуждена была отдать все ранее приобретенные земли в Прибалтике, непосредственно уже либо Швеции, либо Речи Посполитой. Угроза Запада оставалась. Более того, после смутного времени, в 1617 год, по Столбовскому мирному договору со Швецией Россией, вынуждена была отдать и вовсе выход Балтийскому морю. То есть старинные русские города, Ям, Копорье и Жора, все это стало шведским до Петра I. Великая Северная война, 1700-1721 год, когда Россия разбила шведов и возвратила свои исконные земли у Финского залива. И в том числе те земли, которые ранее еще при Древней Руси осваивали русские люди, осваивали русские князья. Теперь территориями России становился Карельский перешейк. Древняя Ижорская земля, на которой жили и финно-угорские племена, жили и славяне, ильменские славяне. Все это вошло в состав России вместе с Нарвой, вместе с Ревелем, вплоть до Риги. Курляндия, это территория нынешней Западной Латвии, становилась, скажем так, протекторатом России. То есть Россия имела над ней контроль и там сажала своих герцогов, своих ставленников. Один из них был герцог Берон, то есть тот фаворит Анны Иоанновны, который мы прекрасно знаем по временам дворцовых переворотов женского правления. Это один из фаворитов Анны Иоанновны и выдающийся, кстати, государственный деятель того времени. Если говорить о государственности, то да, ни Латвия нынешняя, ни Эстония не имели своей государственности до 20 века. Литва имела, да, но здесь особый случай и здесь необходимо сделать ряд замечаний по поводу нынешнего литовского государства. Ну, например, когда Литва была в пике, скажем так, своего расширения, ее территория была 14 раз больше, чем современная Литва. Почему? Ну, на самом деле, литовские племена, которые жили, ну, в районе нынешнего Каунаса, нынешнего Вильнюса, да, здесь Жемайты, здесь Ливы, ну, и ряд Курши, ряд других племен, ну, по сути дела, эти были еще языческие племена. Ну, вот когда была Ордынская война, когда Русь, она платила дань Ордынский выход и не могла уже, по сути дела, дальше вести вот эту активную борьбу против натиска с Востока, она вынуждена была идти на компромисс. И многие земли, которые с северо-востока Руси, они попали под Ордынскую зависимость. А вот Смоленские, Брянские, Киевские земли, Полоцкие земли, они отошли Литве. Почему? Потому что там была совместная защита литовцы, русские, которые, по сути дела, в этом моменте объединились как против крестоносцев, так и против Орды. В середине XIV века, по сути дела, вот эта территория, она стала фактически независимой от Орды. Причем, да, были литовские князья, ну, первый, скажем так, основатель вот этой литовской государственной, князь Миндовг, литовский князь, он принял католичество, потом отказался от него. По сути дела, это были еще языческие племена, языческое правление, а входили туда русские земли, по сути дела, добровольно они присоединялись, ну, как бы была совместная защита. Это была такая определенная федерация. И православные люди, это православные земли, там русский закон, там русская правда, там разговаривают на русском языке, дело производства, скажем так, вот нынешним языком тоже ведется на русском языке. Ну, еще, может быть, десятилетие-другое, может быть, полвека, и фактически Литва стала бы православным и на 95% русским государством. Но такого не произошло, поскольку была Кревская уния, князь Литовский Егайло стал польским королем Владиславом, женившись на польской королевне Гедвиги, объединил как бы две территории под собой, Польшу и Великое княжество Литовское. И тем самым образовалось вот это как бы федеративное государство, которое стали будущим, будущим, это основа как бы Речи Посполитой. Но пока это была личная уния, Речь Посполитая возникла несколько позднее. Но ведь когда сегодня литовцы пишут в своих учебниках, говорят, вот Великое княжество Литовское, правильно его называют, Великое княжество Литовское и Русское. Ну, 95% это, по сути дела, русские земли. Ну, да, еще добавляют Великое княжество Литовское, Русское и Жемайское, да, вот по племени. Возможно, так. Но основное население там, конечно, было русское, русскоязычное, это территория нынешней России. То есть территория Литвы тогда, то есть Великого княжества Литовского и Русского, проходила на востоке где? Это границы нынешней Московской и Смоленской областей, Курской и Воронежской областей. То есть это фактически Дальнее Подмосковье, да, расширялась так Литва. Посмотришь литовские учебники, взглянешь на карту, как они гордятся. Вот Литва такая, потом такая, чуть ли не до Черного моря доходит. Но земли-то эти не литовские. И там князь занимал, скажем так, роль вождя. Вождя вначале племенного, потом войско, на самом деле и законодательство, и культура, и язык, по сути дела, были русскими. Но вот это католическое влияние раз. После него и польское влияние два. Если мы будем говорить о языке, на котором тогда там разговаривали вообще Прибалтой, и современной Эстонии, и Латвии, и Литва, там очень много заимствований именно в языке, из русского языка. В их языках, да, ну, собственно говоря, крест, безмен, хоругви. Все это, так или иначе, тоже бралось из русского языка. Это говорит о тесном смешивании культур. Здесь очень важно подчеркнуть то, что действительно Литва, на самом деле, в тот момент она чувствовала то, что она может сдержать вот этот натиск крестоносцев сама, да, то есть литовские князья. Миндов, Кейс тут, дальше у нас уже Егайла и другие, они чувствовали то, что без русского силы, без русских полков, брянских, смоленских полков, ну, не было бы выграно поляками и литовцами, ну, там были русские полки, не было бы выграно вот эта битва при Гренвальде, 1410 год, когда был остановлен с запада уже на Литву вот этот натиск крестоносцев, и тем самым, ну, Литва, Великое княжество, литовское и русское, получило дальнейшее развитие. Вот что из себя тогда представляла Литва, ну, а здесь в ходе Ливонской войны, о которой мы уже говорили, 1569 год, произошло уже государственное объединение, государственная уния, польского государства и литовского. То есть возникла Речь Посполитая, что в переводе с польского означает «республика». Ну, то есть это, по сути дела, выборный король, это сейм, сеймики, власть шатающаяся, власть федеративная. Да, Речь Посполитая на тот период очень сильная, поэтому, собственно говоря, она держала верх в Ливонской войне, но в дальнейшем, в том числе, благодаря своему внутреннему правлению, начинала все больше и больше слабеть. Но дальше о Прибалтике. Ведь тогда Речь Посполитая владела очень большими территориями самой Прибалтики, и Ригой в том числе. То есть здесь шла постоянная борьба, которую, кстати, Россия хотела воспользоваться, но не всегда это получалось, между Польшей, Речи Посполитой и шведами. То Рига польская, то она шведская потом, но в конце концов, уже после смутного времени, 1617 год, Швеция, она как бы одерживает верх, Польша затаила злость, мы вообще лишились выхода к Финскому заливу. Было ясно то, что это промежуточный этап борьбы за Прибалтику. Итак, Литва — часть Речи Посполитой. Территория нынешней Эстонии и Латвии — это часть Швеции. Ну, причем, как ее тогда называли? То, что север сегодняшней Эстонии — это Эстляндия, либо Шведская Ливония, как ее еще называли. Далее здесь Лифляндия — это юг непосредственно Эстонии, основная часть Латвии, Герцес Курлянская, о которой мы еще потом вспомним. Ну и дальше, собственно говоря, вот эта польская территория, Речи Посполитой, в которой входит состав Ликокняжества Литовска. Вот ситуация Петра I, которая вначале идет на юг, берет Азов, ну, потом меняет, мы сейчас не будем объяснять, в предыдущих лекциях мы подробно об этом говорили, меняет вектор своего развития, дальнейшего развития государства. Здесь уже идет война со Швецией, тяжелая северная война, Великая Северная война, как ее называют. Русские войска вначале терпят поражение под Нарвы. В дальнейшем идет Малая война, вот Малая война, она в основном на территории Прибалтики. Мы потихоньку утихним шведов, берем Нарву, потом берем Ревель, потом берем Ригу, и в конце концов после Полтавской победы уже, ну, фактически большая часть нынешней Эстонии, нынешней Латвии уже находится в российских руках. И по нештатскому миру 1721 года Россия укрепилась, закрепилась непосредственно в Прибалтике. Причем, мы об этом уже говорили, Петр Первый заплатил Швеции 2 миллиона ефимков. Серебряные монеты, это полтора миллиона рублей на тот период. Это годовой бюджет Швеции. Чтобы было понятно, это 56 тонн серебра. Вот это мы заплатили Швеции за то, чтобы мы и так это все взяли себе. Ну, чтобы, во-первых, шведы успокоились, да, и больше о реванши не думали. А, во-вторых, чтобы Польшу успокоить. Ребята, вы хотели раньше на эту территорию, считаю, своей не этушки. Мы заплатили за нее. А раз заплатили, значит, это наше. Пускай сегодня об этом, кстати, и Прибалты помнят, и шведы, и поляки в том числе. Так вот, территория в составе Российской империи достаточно быстро развивается. Если мы будем говорить о шведском влиянии, ну, какое тогда имели отношение к власти или там к бизнесу, как мы сейчас выразим, или как к хозяйственной жизни местные прибалтийские крестьяне? Да никакого. То есть были немецкие бароны. Ну, кстати говоря, в России Остен Саккины, бароны Розены, графы Сиверсы, братья фон Бенкендорфы, графы Берге, графы Палины, ну, все ведь известные Корфы, Ливины, известные фамилии, вспомним Бенкендорфа, да? Его предок сидел еще при шведах в Риге, будучи бургомистром, отец уже при Российской империи. А сам Бенкендорф, ну, я имею в виду начальника третьего отделения собственного императорского величинства канцелярии, руководителя корпуса жандармов, вот тут знаменитая личность, Палин тот самый, который участвовал в перевороте, один из убийц Павла I. Но многие из них, они доблестно служили русским войскам. Вот вспомним Федора Ивановича Тизенгалазна. Ну, некоторые источники говорят, это прибалтийский немец, некоторые источники говорят, что Лев Толстой, который писал «Войну и мир», Андрея Балконского списал именно с него. То есть тот участвовал в астралийском сражении, со знаменем шел на врага, был тяжело ранен. Михаил Богданович Марклайд Этоли, его предок также был бургомистром города Риги. Букс Гевден, его предок, один из основателей Риги, еще при ордене меченосцев в русско-шведской войне 1808-1809 года, командующий русской армией. Много-много таких. Причем, если вспомнить о прибалтийских немцах, вы знаете, у них, скажем, военная служба была в крови, они обязаны были служить, они чувствовали свой долг служить Российской империи. Причем, ну, наверное, половина из них, тут еще надо историкам посчитать, шло военно-морской флот. То есть у них вот такая, как бы, традиция была, еще начиная с 18 века, ты прибалтийский немец, ты живешь на Балтийском побережье, или там где-то на Манзунских островах, в районе Риги, иди во флот. Кого-то это очень здорово получалось, мы помним там то, что командующий нашим Балтийским флотом или там какими-то другими эскадрами кораблей, это тоже прибалтийский немец. Немцы были, ну, здесь такой курьезный достаточно случай вспомним, был такой прибалтийский немец, барон фон Унгер, Роман фон Унгер. Мы все его прекрасно знаем по истории гражданской войны. Это был зверь, кто-то называет его русским фашистом, даже в гражданской войне, и он своих там и белых, и красных, ну, то есть просто зверь был. Прибалтийский немец в свое время он хотел тоже стать по традиции, как его были тоже предки, военно-морским офицером, пошел в училище военно-морское, потом пошел в Балтийское море, но его укачало, и он просто почувствовал, что он не может выполнять свои обязанности, как не просто морского офицера, а даже простого матроса. Ушел в кавалерию, ушел в казать, и вот после этого эпопея как раз и началась. Амурское казачье войско, Забайкальское казачье войско, вот где, собственно, гражданская война, 19-20 год, вот вместе с атаманом Семеном, он рыскал тогда по этим Забайкальским степям, ну, и наводил ужас на местное население. То есть люди боялись даже выходить на улицу, потому что прилетит вот этот черный барон, Роман фон Унгер, и просто-напросто всех перережут. Но, в конце концов, красные его поймали, быстро допросили и быстро расстреляли, так как уничтожили жизнь одного из, скажем так, немцев. Но, в основном, конечно, немцы, они прибалтийские доблестно служили, и они и в пехоте служили, Эрененкамп, если мы вспомним, командующий первой русской армией, которая в 2014 году наступала на Восточной Пруссии, и много-много других. Но, говоря, возвращаясь, а крестьяне, крестьяне прибалтийские, у них свобственные и народные наречия, они не знают ни немецкий, ни шведский. Нынешние прибалтийские языки, что эстонский, что латвийский, это в основном крестьянские языки, язык деревни. Вот бароны они господствовали, крестьяне подчиненное положение, и крепостное право, там, при немцах, оно было достаточно сильным, сильнее даже, чем на основной территории России. Но после присоединения уже этих территорий в Прибалтике, что в Лифлянде, что в Истлянде, впервые Россия за полвека, еще до того, как отменили крепостное право на основной территории России, то есть в 1816-1817 год, при Александре I там отменяется крепостное право. Да, крестьяне там не получают много земли. То есть вообще ее не получают, вынуждены ее были арендовать. Но они лично свободны. И причем, когда туда приходит Российская империя, ну, наряду с тем, что даются особые привилегии, там, естественно, немцам, баронам, в том числе развивается местная культура. Там строятся новые предприятия, там строятся дороги, там строятся верфи, там сельское хозяйство худо-бедно, но развивается даже лучше, чем на основной территории Российской империи. Все это продолжается вот до конца 19 века, и причем к концу 19 века начинается, ну, скажем так, серьезное развитие местной культуры. То есть сама Российская империя обращает внимание на развитие культуры, письменности, театра, непосредственно музейного дела на прибалтийских территориях, которые входят в состав Российской империи следующим образом. Вот нынешняя Латвия, нынешняя Эстония, это так называемый отостзейский край, либо прибалтийский край. Он делится на губернии, там Ревельская, Рижская губерния, потом Курлянская непосредственно появилась после разделов Речи Посполитой, когда Курляндия при Екатерине II уже полностью вошла в состав Российской империи вместе с Литвой. А вот Литва, нынешняя Литва, вместе с Гродно, территория нынешней Белоруссии, ходит так называемая Литовская, либо Виленская генерал-губернаторство, который тоже был генерал-губернатор, это как бы особая территория, там распространено весьма сильно польское влияние, католическая вера. Если Латвия, нынешняя Эстония, это в основном протестантская религия, то есть протестантизм, то здесь Литва, это католичество, ну так исторически сложилось, причем религию Российской империи уважают. Там костелы, здесь кирки. То есть не затрагивают вот эти основы. То есть Российская империя умела, как это было и в Средней Азии, как и было в Закавказе, учитывает и местные традиции, и местные религиозные особенности. Более того, идет, по сути дела, развитие местной культуры. То есть впервые основы, скажем так, самосознания культурного, идентичности, если хотите, при Балтийской территории, при Балтийского населения, они впервые проявляются именно при Российской империи. Какие там при шведах было? Да шведы их просто-напросто задавили. Какая культура? Нет. О чем речь? Ни о какой культуре, ни о каком развитии при шведах, местных культур, именно местных прибалтийских народов речи, конечно, не шло. И это появилось только при Российской империи. И уже революция 1905 года, если мы с вами вспомним, в прибалтийских землях начинает уже бурлить, как и в других частях России, на окраинах. Здесь и в Средней Азии, здесь, в Закавказе, начинает возбуждаться национальное самосознание. Причем доходило даже до таких смешных вещей, когда в Литве образовалось, скажем так, Вильнинское собрание народное, которое пыталось заявить об автономии. И вот тогда Викте был премьер-министром коды революции. Послала ему петицию о том, что Литва хочет, тогда Вильнинское, скажем так, генерал-губернаторство, хочет непосредственно быть самостоятельным. Ну, в рамках Российской ПК империи мы хотим автономию. Зарегистрировали в канцелярии Витте, этот документ положили, все, больше ничего. Почему-то в Литве сегодня считается одним из самых важных моментов литовской истории. Они петицию подняли, ее зарегистрировали. Читал ли ее Витте или не читал, это уже другой вопрос. По-моему, даже не читал, потому что у нее тогда было очень много других дел, касающихся революционных событий, восстаний там и в Москве, и где-то в других краях. Ну, вот так вот было. Потом это все как бы притихло, причем здесь уже впервые, скажем так, и Эстония, и Латвия, они получили государственность только в результате Первой мировой войны и революции. Ну, что случилось? 1914 год, Первая мировая война, мы наступаем на Восточную Пруссию, потом отступаем, 15-й год, немцы наступают, захватывают Западную Белоруссию, там, австрийцы, Западную Украину и большую часть Прибалтики. То есть немцы дошли, в основном в Прибалтике действовали немецкие войска, дошли почти до Риги. На начало 17-го года они уже находятся в районе Риги, причем здесь русское правительство, сам царь Николай II, он согласился с просьбой непосредственно от Прибалтов, латышей, создать латышскую стрелковую дивизию. Причем она такая усиленная дивизия была, если дивизия там в среднем насчитывать число человек, ну, 15-16 тысяч человек, вот такая полнокровная. Здесь это было более 30 тысяч латыши, но со всей этой территории, фактически со всего Прибалтийской губернии вступали в это соединение и доблестно сражалась на стороне российской армии. Оборонили Ригу вот на этих плацдармах, держались до последнего. Но революция, революция 17-го года, февраль, армия начала развалиться, приказ номер один, войска дезертируют, уходят с фронта, латыши держались, пока держались. Но тем не менее, вот этот немецкий натиск летом 17-го года, он привел к сдаче Риги. Привел к сдаче Риги, кстати, Корнилова за это обвиняли, здесь еще больше деморализация пошла. Тем не менее, латыши продолжали до последнего держать свою территорию. Эстония, прифронтовой край и здесь очень много беженцев было, тоже свои проблемы. Литва фактически полностью под оккупацией немцев. Вот революция уже октябрь, октябрь 17-го года. В октябре 17-го года ну все перевернулось, как бы с ног на голову. Была империя, империя нет. Была республика российская, теперь республики нет, к власти пришли большевики. За кого воевать? Вот те же самые латыши, латышская дивизия, ну за кого и как? За белых, за красных, за немцев. Ну кто-то за немцев ушел, часть эстонцев ушла. Немцы образовывали уже на оккупированных территориях своих, вот литовская, свои собственные оберост, например, у них было такое правление, где пытались создать вот такую литовскую тарибу, как бы местное самоуправление. Ну литовцы вначале, наверное, подумали, вот немцы дадут им самостоятельность, мы станем независимым, возродим свою независимость и так далее. Ничего подобного. Немцы просто сказали, мы из вас сделаем королевство Литва. Вот так вот. Что значит королевство Литва? Ну вот так вот, королевство Литва. А кто будет командовать этим королевством? А мы вам принца своего дадим, Вильгельма Урлаха, и он будет Миндовгом Вторым. Ну то есть у литовцев просто крыша, наверное, тогда поехала, как Миндовг Второй, а немец, полный когнитивный деценанс, наверное, у литовцев был, причем одобрили как бы всенародно, ну что значит всенародно, значит все члены германского генерального штаба, который тогда присутствовал, ну, наверное, так. Наверное, так. А на территории, вот захваченной территории Латвии, они образовали так называемое балтийское герцогство. Балтийское герцог, что это такое? Оно было в Унии, даже не из Германии, а с Восточной Пруссии. Вот можете представить, часть германской территории, германской империи имеет в себе подчинение балтийское герцогство непосредственно территории Латвии. Немцы пытались установить там полное господство и в конце концов, если бы они выиграли войну, они просто бы присоединили тогда вот эту часть Прибалтика, вернее, всю Прибалтику себе. Об этом говорят факты. Дело в том, что когда Советская Россия заключила Брестское мирное договор уже марта 1918 года с Германией, немцы просто-напросто тому времени уже оккупировали всю Прибалтику, всю Украину, всю Белоруссию фактически, до Ростова дошли, а вот Прибалтика, вся Прибалтика была под их господством, и немцы здесь уже, по сути дела, чувствовали себя хозяином, то есть полная эксплуатация, то есть все ресурсы, которые были тогда. То, что от русской армии осталось, сельское хозяйство, все это выкачивалось буквально через порты, через Ригу, через Ревель, шло в Германию. Немцы тем самым надеялись спасти мировую войну, но не получилось. В ноябре 1918 года они ее проиграли. И вот ситуация. Ноябрь 1918 года. То есть территория, где раньше были немцы, оккупации немцы должны по Версальскому порту, прошу прощения, Компьенскому мирному соглашению, должны были эвакуировать то, что они раньше захватили. То есть и Прибалтику в том числе, они ее эвакуировали. Кто туда входит? Входит, естественно, войска Советской России. То есть Красная Армия к тому времени, которая уже была создана. Вот здесь началась следующая история. Первая половина 1919 года. 1919 года Красная Армия достаточно быстро и часто беспрепятственно ходит на территорию Прибалтики. Она берет и Таллинн, она берет и Ригуев, ну и большую часть Литвы к тому времени. И, казалось бы, здесь вот уже все советская власть. И действительно на этой территории образуется и Латвийская Советская, там Эстонская Советская Республика, Литовская, причем Литовская одно время даже объединяется с Белоруссией. Вот так им казалось было выгодно и более безопасно. Литбел, такое государство было несколько месяцев в 1919 году. Литва, Белоруссия. Ну, тоже просоветская. Ну, здесь несколько факторов сыграли роль. Во-первых, немцы просто так уходить не хотели. Они хотели что-то удержать для себя. И вот когда красные части доходили до важнейших пунктов, которые близко были уже к Восточной Пруссии, они встречали здесь силы, так называемые, сопротивления немцев. На самом деле это были остатки германской армии, которые были серьезно вооружены, и причем у них оставалось и тяжелое вооружение, которое отбивали отряды красных. Ну и плюс началась гражданская война, когда против Советской России 14 держав вели, по сути дела, интервенцию. То есть здесь Англия, которая была в Балтийском море. И поддерживала Юденича, белого генерала, который обосновался в Эстонии, который два раза в 19-м году наступал на Петроград. К тому же в дело вмешалась Польша. С 19-го года вела тихой сапой необъявленную войну против Советской России. То есть наступала на территории Белоруссии, нынешней западной, и западной Украины. Ну как тут справиться? Причем Польша не только против Советской России воевала. Она захватила большую часть Литвы. Ну то есть Вильна, Вильнюс, современная столица Литвы. Ну пусть будет польским. Туда вошли польские войска. После Польско-Советской войны, вот 20-й год, когда поляки наступали, потом мы наступали, дошли чуть ли не до Варшавы, потом отбили поляки, дальше стали наступать, и захватили западную Украину, западную Белоруссию, и часть территории Литвы. Значительную часть территории Литвы захватили поляки вместе с городом как раз вот Вильна, Вильнюсом. Заключили мирный договор, рижский мирный договор 21-го года, Вильнюс-Польский. Западная Украина, Западная Белоруссия, Польская, Прибалтика. А вот Прибалтика здесь особый случай. Здесь после германского влияния, после несостоявшегося, скажем так, советского влияния, здесь больше как бы прозападная территория. Но государственное образование-то не слабое. Вот какие-то там правительства создаются, но едва-едва они как бы дышат, колышутся наладом. Без западной помощи, то есть без Англии, без Соединенных Штатов Америки, которые там всю свою разведку притащили в Ригу, чтобы изучать Советский Союз. Там у них даже специальный рижский центр был. Ну, конечно, бы они ничего не смогли сделать. Вот здесь сразу вспоминаются случаи, да, вот мы сегодня говорим о гражданской войне, белые, красные, кто прав, виноват. Еще долго и долго будем разбираться. Это трагическое событие, когда брат на брата. Так вот, Юденич, отважный русский генерал, герой сражения на Кавказе в годы Первой мировой войны, начальник штаба Кавказской армии, Кавказского фронта. Вот он возглавил русскую, скажем так, северо-западную армию, которая обосновалась в Эстонии и два раза пыталась захватить Петроград в 19-м году. Отбили, отбросили в Эстонию, и причем красные договорились с эстонцами, чтобы те не помогали и ни в коем случае не оказывали содействие белым. Ну, понятно, не оказывать содействие. Что сделали эстонцы? Они просто бросили там. Не только солдаты, там дети, жены, то есть беженцы, которые вот из этих районов под Петроградом, они убегали в Эстонию, бросили их просто скопом, голодными, холодными, в холодную погоду, дождь, потом снег пошел на железную дорогу и не кормили. Сколько там людей погибло? Гигантское количество, да? Это эстонцы, так вот, им все равно, красный был-то или там зеленый, русский. Ты русский. Вот мы к тебе так относимся. Ну, по-другому было там в Латвии. Латышские стрелки, как называлась латышская дивизия, решили воевать за красных. Ну, вот так вот они решили. Как бы такая более крепкая власть там находится. Причем это самая дисциплинированная тогда в 18-м году была часть. Когда эсеры совершали левый эсеровый переворот летом 18-го года, посла германского Мирбаху убили, Держинского арестовали. Именно латышские стрелки спасли по положению, подавили вот это восстание левое эсеровское, а потом сражались на различных фронтах и прошли всю гражданскую войну. И многие вот эти латышские стрелки, латышские командиры потом стали занять очень видные должности уже в Красной армии после гражданской войны. Ну, вспомнил. Вацетис. Вацетис — это вообще первый главком вооруженных сил из Советской России. Там Ян Фабрициус. Я книгу в детстве читал про Фабрициуса, как он там воевал в годы гражданской войны, используя пулеметы против, скажем так, войск белых. Ну, скажем так, латыши красные, русские воевали против русских, красных, там были и китайцы. В общем, это была, конечно, сборная солянка. И там, и там были латыши и белых, и красных. И там, и там были какие-то интернационалисты. И так далее. То есть это действительно гражданская война, которая охватила всю Россию и многие национальности. Ну, вот латышские стрелки Фабрициус, Вацетис, ну, Эйхманс был такой, был такой даже латышский стрелок. Первый начальник ГУЛАГа, я говорю проще, да? Вот в 1930 году стал. Многие из них были репрессированы там в 1937-38 годах. Вот сегодня очень дискутируемый вопрос, а вообще Прибалтика, она была независимая вот с 1920 год, кстати, в 1920 году мы в основном, Советская Россия в этот год заключила соглашение с Эстонией, заключила соглашение там с Латвией, Литвой. Как бы мы их признали, они нас признали, вот такая полоса вместе с Афганистаном, с Ираном, те первые республики, небольшие, невеликие державы, но которые признали Советскую Россию. Это было нам выгодно. Через Эстонию, кстати говоря, мы торговали с Западом. То есть это такой перевалочный пункт был. Ну, за звонкую монету. Эстонцы себе кармашек, денежку-то от этой посреднической торговли, конечно, отписывали. И причем очень неплохую. Нам нужен был хлеб. Вот они этим пользовались. Когда вот заключали вот эти соглашения, особенно Латвия, Эстония, это у нас прямая граница, ну вот и пользуясь нашим положением, что Эстония отрезала от Советской России исконные русские территории. Вот здесь вспомнила как раз часть Псковской области. Это вот то, что Печорский район. Это там, где Печорская лавра. Святая, по сути дела, земля. Нету, эстонцы отрезали себе. Себе равно как территории по восточному берегу реки Нарвая. Наша, а чего? Разве Советская Россия имеет сегодня силы, чтобы как-то сопротивляться? Наша будет и так далее. Справедливость восторжесовала после того, как Эстония вошла в состав Советского Союза. И то не сразу, а в 1944 году, когда вот размежевание новое было. И Латыши тоже часть Пыталовского района себе отрезали. Ну а почему бы нет? Вот Советская Россия, а что она такая? Отрежем, да, поставим условие, где стояли наши войска на тот период? Вот. Это наши бои. Мы вынуждены были тогда соглашаться. А Литва, она, ну, за грубое слово, немножко умылась по поводу Польши. Польша сильная, Польша поддерживает ее и французы, и американцы, и англичане. Ну, захватили исконную литовскую территорию Вильнюс. Ну а что делать? Ну, но Литва, она отомстила, то есть она взяла свое в другом. Мемель, Клайпеда нынешняя, это германская территория, часть территории Восточной Пруссии. До войны, до Первой мировой, это немецкая территория, а литовцы взяли туда и вошли. А Версальские соглашения, скажем так, передали эту территорию в Лигу нации. А литовцы решили и взяли там переворот, сделали. А Лига нации потом сказала, ну, раз литовцы там оказались, да, немцы вроде поражения понесли, пусть будет литовска. Теперь уже немцы, что называется, умылись, но запомнили литовцам все это дело. Так что Мемеля, это территория, в принципе, где проживало там 150 тысяч человек, развитый порт, развитая промышленность, вот тогда вошла в состав литовского государства в 1923 году, уже после Версаль. Вот это межвоенный период. Сегодня в прибалтийской историографии, что Литва, что Латвия, что Эстония, ой, какое благоденственное время. Ой, какая у нас демократия была. Смотрите, мы все развивали, демократические институты, тут и правительство, тут и парламент, у нас основы государственности. Ну, Литва говорила, мы возродили свое государство. Латвия, когда эти территории были в составе Российской империи, шла агроризация. То есть промышленность рухнула просто-напросто. Рухнуло и все. Сельское хозяйство, которое, по сути дела, превратилось в сырьевой предаток той же самой Германии, той же самой Польши, той же самой Западной Европы. Вот был такой, до войны еще Первый мировой построен завод Руссобалт, русско-балтийский завод. Ну, там бельгийцы участвовали, французы, а на самом деле, конечно, это вагоностроительный завод был, но там делали первые русские автомобили. Там делали первые русские, извините, велосипеды, ну, серийные имеется в виду. Там делали самолеты потом, тоже первые. Николай II любил кататься на автомобилях Руссобалта. То есть у Николая II в гараже было, ну, десятки автомобилей, там и английские, и Роллс-Ройс, и французские, но у него были и Руссобалт, около десяти таких автомобилей. Причем Константин Константинович, великий князь, княжна Мария, тоже из рода Романовых, они любили вот эти автомобили Руссобалт. Их было до Первой мировой войны выпущено 700 штук. Стоило по тем временам достаточно дорого, вот 5-7 тысяч рублей. Это серьезные такие суммы, это сегодня примерно 5-7, может быть, миллионов рублей, вот так вот, если представить на наши деньги. Это было дорого, но это были первые русские автомобили. Но в годы Первой мировой войны, когда немцы подходили к Риге, этот завод эвакуировали Москву, филей. И там потом бронеавтомобили делали, какие-то еще другие изделия. То есть он как бы остался и продолжал работать, в том числе на России. Все это рухнуло. Ничего этого не осталось. То есть полная агроризация. И более того, в 1926 году в Литве пришел к власти Сметана. Такой руководитель, диктатор, по сути дела. Возник авторитарный режим. То есть они распускали парламент. Почему распускали? Потому что одно правительство, другое, третье. Ничего не могут решить, народ бедствует, безработица. Останавливается диктатура. То есть еще даже до прихода Гитлера к власти в Литве, по сути дела, профашистская диктатура, вот диктаторского типа, была установлена. Пятс в Эстонии и Ульмэнс в Латвии то же самое сделали только в 1934 году. То же самое. Хаус, неразбериха, твердая власть. Вот он, пожалуйста, и есть. Вот сравнивая Германию, приход Гитлера к власти. Диктатура, которая там установлена. Порядки. Парламент, что это было, это, по сути дела, вещи одного порядка, которые совершались что в Прибалтике, что в фашистской Германии. Так что говорить о том, что там либеральная демократия, ну да, либеральная демократия, тогда фашист такого типа. Вот давайте так с вами договоримся. Вот динамитом, который все взорвало, как мы знаем, в Европе этот предвоенный кризис, приход Гитлера к власти, перевооружение Германии, об этом мы знаем, об этом говорится в наших лекциях Электория Достоевского. Ну, конечно, мюнхенский кризис, мюнхенское соглашение, которое мы называем сговором, продажи Чехословакии, Англии, Франции, Германии, Судетская область, все это известно. Но вот тогда в Кремле, видя все вот это безобразие, которое творится в Мюнхене, четко почувствовали, что следующий шаг немцев будет в Прибалтику. Почему? Да потому что разведданные, которые тогда поступали из Прибалтики, в частности из Риги, четко говорили о том, что там уже немецкие представители из генерального штаба ведут переговоры с латвийскими, эстонскими военными. Переговоры о чем? О том, чтобы сдать свою территорию под германский протекторат. Причем, Литва сдалась, скажем, первое, уже в марте 1939 года, сразу после того, как Гитлер уже полностью взял Чехословакию, немецкие войска вошли в Прагу, Литва заключает соглашение с Германией и поднимает ручки вверх. То есть, литовцы сказали, Германия раз сильная, но вот мемель раньше ваш был, отдадим вам мемель, раз вы требуете. То есть, мемель клапида современная вновь стал германский. И Германия заключила сразу же с Литвой соглашение о ненападении, еще до так называемого Пакта Риббентропа-Молотова. То же самое летом Латвия-Эстония. Там уже немецкие представители, там уже практически германское влияние. Васильев, полковник, он докладывает о том, что, по сути дела, 17 мая 1939 года, процитируем, докладывает Москву, что подготовка германской агрессии в республику, то есть, в Латвию, идет полным ходом. В Риге, межи парки, маршируют, значит, юноши и девушки в белых чулках, вот так вот, значит, написано, с нацистской символикой. А в то же время рабочий, ну, рижский рабочий, это же рабочий город, по сути дела, вот он был в кинотеатре, там показывали документальный фильм о разгроме Красной Армии японцев на озере Хасан. Это 1938 год, и когда вот там показывают советские танки, как они, значит, идут на японцев, там советские солдаты бегут, вдруг рабочий, латвийский, поднимается в кинотеатре и кричат «Ура! Да здравствует Красная Армия! Влад!» и так далее. То есть, можно понять, какие настроения. Он пишет, то, что среди рабочих в основном, а в Риге таких большинство, это рабочий город, они за советскую власть скорее бы пришли к Красной. Интеллигенция, там, мещане, то туда, то сюда, но основная тенденция, лучше бы пришли русские, иначе придут немцы. Выбираем меньший из зол. Ну, и часть, скажем так, немцев, тогда, то есть немцы, немецкое влияние никуда не делалось, это бывшие бароны и элита, по сути дела, политическая и экономическая, тогда, они, конечно, против, но это меньшинство. И вот Васильев это докладывает, наше все это, воспринимают, и когда ситуация складывается, когда срываются англо-франко-советские переговоры, август, 39-го года, мы вынуждены заключить с немцами пакт, а Прибалтика, пока без Литвы, отходит в зону, сферу интересов Советского Союза. Литва, чуть позднее, это 28 сентября. И вот, опять-таки, когда в Прибалтике читаешь там, литературу, научную, учебники, все говорит о том, что все, даже это же плохо, то, что Советский Союз оккупировал Прибалтику. Ну, во-первых, когда заключили с немцами договоры, даже секретный протокол, там речь не шла ни о какой оккупации, там было соглашение. И более того, мы ввели туда войска, строго оговоренные по численности, там в Литве 30, 25, 20 тысяч, соответственно, Литва, Латвия, Эстония, которые стали базами, и которые никак не вмешивались во внутренний житель. Более того, весной 1940 года часть литовского населения, которое находилось на территории Белоруссии, оно было передано в Литву, но кто так делает, если мы хотим оккупировать? Более того, Литве было передано как раз вот этот Виленский край, то есть с Вильнюсом, то есть Литва приросла своей столице нынешней, из рук Советского Союза. Кстати, это была уже вторая передача Советской России Литве, ее столице. Первая, это было в годы Гражданской войны, когда Красная Армия в начале взяла этот город, потом вынуждена была уйти под натиском, скажем так, Польши. Вот теперь, второй раз она передала этот Вильнюс, столицу, собственно говоря, литовскому государству. И вот изменение, скажем так, ситуации произошло только после того, как немцы начали после странной войны весной 1940 года, в мае 1940 года наступление на Западном фронте. Работая в архиве, в военном архиве, как-то наткнулся уже давно, лет 25 назад, на интереснейший документ. Тимошенко, тогда уже нарком обороны, после Финской войны, он докладывает по либеру Сталину, Ворошилову, Молотова. Немцы наступают. Это было за несколько дней до взятия немцами Парижа. Линия Мажино-Прорвана. Немцы просят, чтобы мы им там показали линию Маннергейма, но мы им сказали, вы нам вначале линию Мажино-Французскую покажите, а потом мы вам линию Маннергейма Финскую покажем. Но Тимошенко говорит, и все, то есть Франция пала. И надо как можно скорее создавать на территории Прибалтики Прибалтийский военный округ. Иначе немцы туда нападут, а у нас там ничего нет. Поломера, которую адмирал Кузнецов наш предлагал, наркомп военно-морского флота тогда, о том, что дополнительные силы в Таллинн везти, в Ригу, но они ничего не давали. То есть тыл нужен. И здесь перед угрозой войны мы были вынуждены принимать ответственное решение. Тем более то, что немцы все больше и больше заявляли свои права на Прибалтку, несмотря на то, что наша база там стоит, все равно Прибалты, что Пятс, что Ульманы, что Сметана, они же оставались. Они вели переговоры с немцами, о том, чтобы туда вошли германские войска, одеваться было некуда. Поэтому здесь, когда образовались трудовые фронты, так называемые на территории Прибалтики, здесь они обратились к советскому правительству. Кстати, было сделано все строго в рамках международного права того времени, что бы сегодня не говорили. Так действовали и Германия, и Англия, и Соединенные Штаты Америки, и другие европейские государства, в том числе демократические. Мы не нарушили нормы закона, было обращение, были народные собрания, были проведены выборы, образовались новые правительства просоветские, которые обратились к Советскому Союзу уже в июле 1940 года с просьбой о принятии состава Советского Союза, что и было сделано и было утверждено решениями Верховного Совета СССР. Стала Эстонская Советская Республика, Латвийская Советская Социалистическая Республика, и, соответственно, Литовская Советская Социалистическая Республика, которая тоже вошла уже 28 сентября 1939 года по новому договору с Германией в сферу интересов Советского Союза. Вот что было накануне войны. Говорить о том, что там какие-то преобразования социалистические успели провести в полном объеме, конечно, не приходится. Ну, там сколько? Лето 40-го, а летом 41-го началась уже Великая Отечественная война. Поэтому здесь было возможно только провести, но зачистить какие-то элементы явно прогерманские, явно националистические, что было сделано в очень пока ограниченном объеме. То, что сегодня в Литве, Латвии, Эстонии говорят, вот там репрессии начались незадолго до начала Великой Отечественной войны, это было капля в море. Лесные братья были. Лесные братья убивали и не только советских военнослужащих, а для мирных граждан, прасоветских людей. Был террор фактически. А потом, когда началась Великая Отечественная война, мы об этом с вами еще поговорим, начался фактически террор против своего же населения, литовского, латвийского и эстонского. Поэтому здесь Прибалтийский военный округ, который был создан накануне войны, полностью оборудовать тыловой район, как предусматривал Тимошенко, конечно, не удалось. Но было сделано очень много для того, чтобы замедлить германское продвижение в Прибалтике. Иначе Войнаба, вся Великая Отечественная война, пошла совершенно по-другому сценарию. Ну давайте на этом пока остановимся, как бы это первая часть до Великой Отечественной войны. И особо с вами рассмотрим, как было в Прибалтике, как Прибалтика, прибалтийские земли, Латвия, Эстония, Литва, эта территория, какую роль она сыграла в годы Великой Отечественной войны, какие здесь бои были в 1941 году, какая была оккупация, как освобождали эту территорию, что такое прибалтийский коллаборационизм, и это не случайно, ведь ненависть к советскому прошлому и ненависть к нашей победе общей сегодня основа идеологии Литвы, Латвии, Эстонии на современном этапе. Откуда она взялась, мы разберемся с вами во второй части нашего рассказа о истории Прибалтики. Спасибо, до свидания. Любишь историю? Присоединяйся к нам в социальных сетях История РФ Главный исторический портал страны